Сотни работников УАЗа рискуют оказаться за чертой бедности, а руководство завода тем временем продолжает получать государственную поддержку. На заводе намечаются массовые сокращения рабочих. Губернатор Сергей Морозов на этой неделе провел аппаратное совещание, где призвал представителей власти вмешаться в ситуацию. Надо очень внимательно относиться ко всем таким действиям, которые коллеги из бизнеса принимают. Мы с вами были очень гибкими, мы часто шли им навстречу, мы часто каждому из них протягиваем руку, даем из фонда поддержки предпринимательства приличные деньги. Из разных источников, из федеральных в том числе, выделяем финансовые средства. Давайте, а только потом начинаем читать о том, что один 100 человек, другой 500 человек, другой 50 человек там сократил. Нет. Давайте вот мы их завозим на трехстороннюю комиссию и будем очень подробно разбираться. Сегодня трехсторонняя комиссия состояла в стенах законодательного собрания. На ней присутствовали депутаты, члены правительства и представители заводского профсоюза. Но вот руководители предприятия предпочли не явиться на заседание. Хотя, подчеркиваю, я час назад еще раз лично пригласил, но по каким-то причинам они официальную позицию по теме, которую будем обсуждать, это возможное сокращение тысяч, сотен или нескольких тысяч разных средств в классовой информации, разную информацию в этой части дали работников Хулянского автомобильного завода. Они на сегодня встрече, как сказал Логунов, Александр Сеевич, пока озвучить не могут. Председатель профсоюза Виктор Бычков рассказал об обстановке на производстве. Труженики станков и конвейеров точно не попадут в жернова оптимизации. А вот сотрудники иных квалификаций могут остаться без работы. 25 числа вышла, так сказать, пояснительная записка, которая гласит о том, о добровольном сокращении или о добровольном увольнении работников завода той же категории инженерно-технических работников и вспомогательных рабочих по соглашению сторон с выплатой трех среднемесячных заработных плат. Зрелых специалистов могут проводить на пенсию, а начинающих на биржу труда. Ульянские парламентарии категорически против кадровой жатвы награды образующим предприятиям. Депутаты всех фракций в этот раз придерживаются единого мнения. Я хочу напомнить, что на протяжении долгих лет депутатами при принятии бюджета, при внесении изменений в бюджет Ульяновскому автомобильному заводу оказывались различные многомиллионные льготы. И поэтому депутатский корпус, ну уж как минимум, имеет право быть уведомлен о предпринимаемых вот таких мероприятиях, а как максимум, наверное, обязан участвовать в этих процессах, естественно, представляя интересы заводчан, которые являются избирателем. Риски так называемых добровольных сокращений остались, но правительство и депутатский корпус уже контролируют ситуацию. Если люди все-таки потеряют рабочие места, то им будет оказана социальная помощь и содействие в трудоустройстве. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ.